Всем привет-привет! Сегодня у нас будут пустые ванночки. Опять накопилось зачем-то очень много. Давайте сразу перейдем к расходникам. Что для меня расходники? Это линзы. Алкон коричневые для меня самые удобные, самые беспроблемные. Уже не первый год ими пользуюсь. Ухудшилось зрение, поэтому покупаю сейчас другие показатели, скажем так. Мне безумно нравятся. Также из старых еще, со старыми показателями покупала вот эти. Они мне нравятся чуть меньше. К концу дня глаза начинают сохнуть. Но в целом очень хорошие, стоят дешевле, чем коричневые. И периодически можно будет покупать, чтобы глаза не привыкали, скажем так. Также из расходников закончились у меня вот такие вот пэды. Они были очень классные. Покупала у нас в Золотом яблоке. Они корейские вроде как. Давайте посмотрим. Ничего не написано вроде. Да, ничего не написано. В общем, покупала в Золотом яблоке были на скидке в районе 150, по-моему, рублей. Они очень удобные. С одной стороны, они мягкие. С другой стороны, они немножечко шероховатые. Очень хорошо отшелушивают. Мне они безумно понравились. Обязательно повторю еще раз, когда закончатся мои. Также из расходников закончились у меня, получается, две коробки сухих салфеток. Покупаю Зева, потому что они очень удобные. Беру либо трехслойные, либо двухслойные. Зева не распадаются, не остаются на коже такими волокнами. Мне они безумно-безумно нравятся. Что еще из расходников? Закончилась моя любимая зубная паста. Это попадалось мне в каком-то боксе. Мне безумно нравится. Зубы с ней действительно чуть белее. Она не мятная, но хорошо очищает. Никакого дискомфорта нет от нее. Даже не знаю, что сказать. Десна в порядке. Классная паста. Мне она безумно нравится. Периодически покупаю ее, когда мне надоедает Биорепе. Сейчас у меня Биорепе получается. Эту как-нибудь повторю, но не в ближайшее, скажем так, время. Также закончился вот такой вот ополаскиватель для белья. Беру именно вот этот, потому что у него не яркий аромат. Он держится в течение длительного времени на белье. Я стираю с ним, наверное, все, наверное, белье. В основном, конечно, я с ним стирала постельное, потому что люблю, когда от постельного приятно пахнет. В общем, классный. Покупаю уже, наверное, четвертый раз. Большой объем. Здесь 2 литра хватает очень надолго. Очень надолго. И также очень советую. Покупала еще вот такой вот ополаскиватель. Он был гранулами. Маленькая упаковочка. Хватило, наверное, на стирок 10. Где-то так. Может, чуть больше. Аромат не так хорошо держится. Это немецкая фирма. Покупала на Озоне. Оставлю ссылочки в своем телеграм-канале, поэтому переходите сюда. Обязательно подписывайтесь. Не могу посоветовать, потому что аромат не держится. Да, прикольно побаловаться шариками. Почему бы и нет? А так, к сожалению, не могу посоветовать. Также из расходников. Сейчас я начала принимать опять БАДы. Эти мне попадались. Тут мне для продажи написано. Так, 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 так. Эти попадались мне в каком-то боксе. Не заметила от них прям супер какой-то выраженный эффект. Но думаю, что повторю их обязательно и пропью весь курс. Потому что кожа, мне кажется, стала с ними лучше. Возможно, это эффект плацебо. Но почему бы и нет? Из этой же фирмы мне подруга советовала. Одну уже пачку прикончила, другую себе купила. Потому что 30 дней все-таки здесь всего 20 капсул. Большой почему-то, к сожалению, нет. Вот именно вот этот вот. Тут у нас получается для кишечника. Тоже кожа намного лучше стала. Пищеварение, мне кажется, даже улучшилось. Буду пропивать дальше. Посмотрю на эффект. И если мне прям действительно очень поможет, то обязательно напишу в телеграм-канале. Или тоже здесь в пустых баночках тоже об этом скажу. Дальше буду доставать хаотично. Хотя нет, у меня же еще вот получается здесь, да. Закончились салфетки, не салфетки, диски. Вот эти мне не очень не понравились. Они были плохо прошиты. Я такие не очень люблю. Они оставляют волокна. Мне не нравятся. Вот эти диски мне безумно понравились. Они большие. Они не оставляют волокна. Они действительно безумно мягкие. Очень классные. Могу посоветовать. Также покупала, по-моему, в золотом яблоке. Тоже не очень дорогие. Вот эти салфетки абсолютно не советую. Покупала их для свочей. Я, как правило, очищаю руку от тонального. Я, потому что, переношу на руку с руки и переношу уже на лицо. Так, мне очень понравились. Остаются волокна от них. Как бы салфетки влажные. По идее не должно быть, как бы, вот этих волокон. Но они оставляют. Еле-еле закончила. Хотела, на самом деле, выбросить и купить себе другую. Но решила допользовать и тогда уже выбросить. И закончился вот такой вот гель для душа. Это для цветного белья получается. В принципе, мне безумно понравился. Цвет не теряет белье. Очень хорошо очищает. Ну, запаха тут как такового нет. Есть, но он какой-то такой слабенький совсем. Он на белье не остается. И тем более я всегда еще дополнительно ополаскиватель. Буду ли покупать еще? Скорее всего, да. Как что-то закончится. Потому что мне его хватило действительно очень надолго. Я наливаю сюда крышечку мерную. Мне реально хватило его на довольно-таки длительный срок. У меня много цветной одежды. Поэтому я прям очень была удивлена. Закончилась моя любимая маска. Не закончилась. Точнее, я ее использовала на одно применение. Это у нас идет лифтинг и упругость. Насчет лифтинга не уверено. Упругости тоже. Но очень приятно эту масочку делать. Безумно ее люблю. Всегда ловлю на скидках. И покупаю либо у нас в золотом яблоке. Раньше я их покупала на корейском сайте. Закончились пэды утренние. Здесь форкс, наверное, как-то так фирма называется. Покупала у нас в Эль-де-Батте. В Сифоре, в общем. Когда она еще была Сифорой. Долго их пыталась прикончить. Они очень тонкие. Их очень много. Здесь 60 штук. Утром не всегда хочется протирать лицо. Именно пэдами я в основном пользуюсь тоником. Но закончила их. Действительно очень приятные. Кожа очень нежная и мягенькая после них. Прям крутые. Не стоят, мне кажется. То есть суммы, за сколько я их брала. Я их брала со скидкой в районе двух с лишним тысяч. Не стоят. Вот правда. Есть намного круче, намного эффективнее. И тоники. И можно купить диски отдельно. И просто залить в них тоник. И пользоваться такими же, грубо говоря. Ну, эти ни о чем. Они не высветляли. Не осветляли мне ничего. Да, действительно, кожа была реально очень приятная. Ровный цвет лица был с ними. Но ничего прям супер-пупер. Не могу сказать. Также закончилось мыло от Локситан. Очень люблю такие мыльца. У меня есть и жидкое мыло, и кусковое. Потому что иногда гости предпочитают кусковое. Да и я, мне кажется, больше пользуюсь таким мылом. Приятное. Ничего не оставляло. Руки не сохли. Классное мыло. Могу посоветовать. Но не за его полную стоимость. Если найдете где-то на скидках, то берите. Так же, наконец-то, наконец-то закончились две мои коробочки. Здесь у нас было 10 масок. Это была бабл маска. Очень классно очищала кожу. Очень классная мягкая кожа с ней была. Здесь были эти масочки. Классные. Вот это вот увлажняющее. Прям супер-круто увлажняет кожу. Покупала я их еще на корейском сайте. Они просто безумно-безумно крутые. Это у нас VT Cosmetics. Ну, как и предыдущие, получается. Это первая у нас была с прополисом. А это у нас с гиалуроновой кислотой, соответственно. Тоже бабл. Кстати, они обе бабл. Еще у меня одна была. Но она у меня закончилась, по-моему, еще раньше. Она была обычная. Не пузырьковая. Ничего. Классные. Если вдруг где-то увижу, обязательно себе приобрету. Потому что хватает их действительно надолго. Единственное, пакетик приходится закрывать. Потому что маски намного... Ну, там достаточно много. И мне, например, хватало одной сашетки на два применения. Также выкидываю вот этот вот гель для умывания от PAYO. Сначала мне он безумно-безумно нравился. Я прям его восхваляла. В нем есть частички. Они не травмируют ничего. Их почти не чувствуется. Они почти, точнее, не чувствуются. Но в какой-то момент я поняла, что с ним у меня очень сильно сушится кожа. И я... Хотя... Ну да, вот он для жирной комбинированной кожи. А он чересчур агрессивно еще и очищал. Я не знаю. Я не могу посоветовать. Но это только мое мнение об этом средстве. Возможно, у меня пошла привычка. И я... Ну, тут осталось, на самом деле, меньше половины. Поэтому мне не особо жалко. Но я прям... Сначала его очень сильно любила. Даже подруге посоветовала. Но потом как-то я его разлюбила. Так, что у нас тут еще? Тут у нас, правда, очень много всего. Что-то как-то я переборщила опять в очередной раз. С этим совсем. Так. У меня терочки потом. А закончился вот такой вот у меня скраб. Это у нас, получается, мастерская Олеси Мустаевой. С облепихой и витамином С. Очень классный скраб. Мне он безумно нравился. Я помыла баночку. Классный скраб. Единственное, тут написано «питает». Но я не заметила прям суперкрутого питания. Кожа действительно нежная, мягкая, гладкая после этого скраба. Но я прям суперэффекта не заметила. Я люблю, когда на коже остается еще какой-нибудь масляный след или еще что-то. Здесь этого нет. Но в целом очень хороший скраб. Побаловать себя. Очень вкусно пахнет облепихой. Если вы любите облепиху, то там прям супернатуральная, суперкрутая облепиха. Мне прям этим скраб зацепил. Я подумываю даже о полноразмерке. Моя любовь – это гидрофильное масло «Мальзам» от «Фармаси». Это обычная версия, классическая, грин. Мне безумно нравится. Не оставляет следов на коже. Хорошо очищает любую косметику. Прям смывает ее с кожи. Прям супер. Мне нравится это средство. Могу вам посоветовать. Купить можно, я думаю, через байеров. Через них проще будет достать. Россию сейчас, мне кажется, особо ничего не доставляет. Никто не доставляет. Байеры – спасение. Обязательно куплю себе полноразмерку. Прям отличное средство. Хорошо очищает. И мне нравится, что после смывания этим бальзамом макияжа не остается вот этот жирный слой на коже. Вот прям идеально. Он идеально очищает, но при этом вот этой вот жирноты на коже нет. Закончила еще один мой любимейший крем. Это, по-моему, дневная версия. Anti-Age, увлажняющий. Anti-Age. Ничего не увидела здесь. Но действительно очень круто увлажняет кожу и подготавливает кожу к макияжу. То есть у меня тональный крем на этот крем. Тональный крем на этот крем. В общем, ложился просто идеально. Не скатывался, никуда не утекал. Просто крутой крем. Хорошо увлажняет. У меня высыпаний не было с этим кремом. В общем, просто шикарный крем. Хочу полноразмерку. Это моя, по-моему, третья миниатюрка. Покупала через Байеров тоже. Это фирма It Cosmetics. Классный крем. Что у нас тут еще? Шампунь закончился. Это у нас роскошь длины волос. Не заметила, что он усиливает рост волос. Но в целом хороший. Волосы грязнятся на второй день. Но это специфика моих волос, скажем так. Повторять не буду. Полноразмерку, скорее всего, брать не буду. Просто какой-то проходной кремушек. Не кремушек, а шампунь для волос. Не скажу, что прям супер идеально. Но обычный крем. Побрасываю вот эту вот маску. Прошел срок годности. Пользовалась ей всего лишь несколько раз. В целом хорошая маска. Не скажу, что прям супер-пупер осветляет за вот эти вот пару раз, которыми я пользовалась. Но и плохого она тоже ничего не делает. Кожа классная, нежная. Прям не нравится. Она с гликолевой кислотой. Она должна осветлять постактные или пигментацию. Я такого не заметила. Потому что, говорю, пользовалась всего пару раз. Началось лето, и я решила от нее избавиться. Мой любимейший скраб, пилинг. Очень классный. Мазил, не знаю, как правильно называется бренд. Очень крутая вещь. Это, наверное, уже тюбик 30-й точно. Очень круто очищает кожу. Не оставляет стянутости, сухости на коже. У меня был какой-то скраб, который вот как раз-таки максимально кожа чесалась с ним и так далее. Здесь нет. Он круто очищает кожу. Волосы чистые прям до скрипа. Но часто им пользоваться нельзя, потому что проблематично и опасненько на самом деле. Это все я не перебарщиваю. Стараюсь, точнее, не перебарщивать. Так, это у нас тоник от Абиб. Это один из лучших тоников, который я пробовала за последнее время. Он максимально круто успокаивает, кожу увлажняет. Я не показываю. Вот, вот. Такой тоник. Покупала у нас в Золотом яблоке. Очень крутой тоник. Кожа максимально увлажненная, максимально без покраснений. Просто идеальный, выровненный тон кожи. Я обязательно куплю себе полноразмерку этого средства. Прямо 100%. Пока... Пока... Не сейчас, в общем. Но обязательно это сделаю, потому что тоник реально очень крутой. Мне прям он безумно-безумно понравился. Также, что у меня тут еще осталось? Так, сейчас я достану из коробочки, чтобы вам не шебуршать больше. Закончилась, точнее, мицеллярная водичка от Доктор Джаред. В принципе, мне нравится, но я ей редко очень пользуюсь, поэтому не могу ничего сказать. Не люблю я мицеллярные водички. Не знаю почему. От Медикейт закончилась сыворотка с витамином В5. Это просто лучшая увлажняющая сыворотка, которую я пробовала за всю свою жизнь. По-другому я не могу сказать. Кожа нереально круто увлажненная, нереально круто ощущает себя. Я, если честно, когда наносила эту сыворотку, мне даже не хотелось закрывать ее кремом. И не хотелось наносить тональный крем. Потому что кожа была идеальная, она была ровная, без всяких покраснений, высыпаний и так далее. Я хочу себе полноразмерку, но она очень дорогая, я это знаю. Я очень хочу себе полноразмерное средство вот этой сыворотки. Это просто лучшая сыворотка, которая у меня была, вот честно. Про эту сыворотку, это Splash сыворотка от Аравия. Хорошая проходная сыворотка. Я не скажу, что у меня был прям супер-бота эффект, как здесь написано, прям идеальный. Нет, просто хорошо увлажняла, хорошо выравнивала тон. Я не скажу, что она что-то еще прям, не знаю, прям супер-пупер-бота эффекта я не заметила. Да, хорошая сыворотка, но повторять, скорее всего, не буду. Я причем ее так сильно хотела, мне подарила ее подруга. Я очень долго не хотела ее использовать, потому что думала, что она прям супер-пупер. Тут решила воспользоваться и как-то подразочаровалась. Закончился мой любимейший тоник от... Это у нас Skin Helpers, наверное. Это у нас с экстрактом василька. Очень крутой тоник, хорошо успокаивает кожу, восстанавливает ее. Идеальнейший тоник, по-другому не могу сказать. Хочу полноразмерку, обязательно, когда у меня закончится еще парочку. Куплю себе этот тоник и буду повторять его на постоянной основе, потому что в целом он очень классный. Вот ничего про него прям такого супер не написано, но он очень, правда, классный. Нет у него такого прям ядреного какого-то запаха или еще что-то. Я не знаю, не могу сказать. Мое разочарование. Так хвалил этот кремушек для глаз. Это было блогером. В общем, он так хвалил просто этот крем, что это лучшее вообще, что может быть в жизни. На моей коже этот крем не сработал вообще, так еще и вызвал жуткую аллергию. Не знаю, не могу советовать для аллергиков. Это 100%. Остальные попробуйте. Он с охлаждающим эффектом. Он имеет цвет. Нанесу. Еще он очень густой и еле-еле. В общем, он имеет вот такой вот оранжевенький цвет. Он довольно-таки густой, продолжает вылазить. Он густой. Возможно, у меня какая-то там, я не знаю, подделка или еще что-то. Но, правда, он вызвал аллергию. Я даже про него ничего не могу сказать. Он охлаждает. Прямо если утречком наносить, он реально убирает отеки. Прямо идеально убирает отеки. Но на этом все. Больше я про него сказать ничего не могу. Это прям мое разочарование. Вот честно. Также выбрасываю вот этот вот наборчик, потому что здесь какая-то сломанная помпа. Ничего не выдавливается. Здесь ночная версия и дневная версия. Пробовала и полчаса качала из них воздух. Ничего не выходит. Выбрасываю. Никому отдавать не буду. В общем, какие-то они пришли. Косые, кривые, не знаю. Продолжим. Любимые масочки для Форео. Не часто их пользую. Просто выбросила коробочку. Классные маски. Мне они безумно-безумно нравятся. Там осталось, правда, две штучки. Но покупать явно уже не буду, потому что они сейчас просто космических денег стоят. У своего косметолога покупала вот такую вот маску. Это у нас Джи-Джи. Косметика разработанная как раз-таки для косметологов. Эта маска у нас, по-моему, она против высыпаний и так далее. Здесь осталось, наверное, где-то вот так. Она стала плохо пахнуть, так как это натуральный бренд. Поэтому я решила от нее избавиться. В целом, очень классная маска. Могу посоветовать. Если знаете, где купить Джи-Джи, обязательно ее попробуйте, если у вас есть какие-то высыпания на коже. Если она у вас неровная, если вы хотите избавиться от каких-то расширенных пор. Идеальная для этого маска. Я могу вам ее посоветовать. Она очень классная. Обязательно куплю, когда закончу еще пару масочек. Что я не могу посоветовать? Это гель для умывания с пантенолом. Мне он вообще не понравился. Не знаю, почему его так хвалят. На мне он сушил кожу. Сушил кожу. Ни по-другому не могу сказать. Очень сушил кожу. По идее, пантенол должен успокаивать кожу. Восстанавливать ее. Но не на моей, походу. Тоже не могу вам посоветовать. Но, опять же, если вам какая-то косметика из этих нравится, что не нравится мне, это дело каждого, вкус каждого. И кожа у всех абсолютно, абсолютно разная. Что могу посоветовать? Это вот эту вот сыворотку от L'Arche-Posay. Очень круто увлажняет кожу. Кожа просто невероятная с ней. Я купила себе уже полноразмерку. Это интенсивная успокаивающая сыворотка для сверхчувствительной и склонной к аллергии кожи. Как раз таки, когда я пользовалась этой сывороткой, у меня не было никакой аллергии. Вот честно могу вам сказать. Я ее наносила даже под глазки, потому что она там очень круто ее кожу увлажняла. Очень крутая сыворотка. Действительно купила полноразмерку. Дождалась скидочки. И плюс еще применила промо-код. Тогда он еще на нее действовал. Сейчас не знаю, не могу сказать. Ночная версия. Ну, для меня ночная версия, потому что довольно-таки жирненькая. Это у нас тоже увлажняющий крем от It Cosmetics. Все до последней просто капельки выскребла, потому что идеальный для меня кремушек. Обязательно повторю еще. Очень круто увлажняет. Кожа прям моментально становится напитанной, увлажненной. Очень красиво выглядит. Есть блеск, но он потом со временем подуспокаивается, и кожа просто невероятно красивая с ним. Правда, ходила с ним даже без макияжа. Хотя я крайне не люблю свою кожу без макияжа. Так, это у нас умывашечка. Что она делает? Увлажняющая, да, написано. Бальзам-пенка. Ну, в общем, очень классная вещь. Быстренько превращается в пенку. Очень хорошо все смывает. Я пользовалась ей после гидрофильного бальзама. В целом, очень крутая вещь. Не сушит кожу, нет чувства стянутости. После него обязательно как-нибудь куплю себе. Доктор Сиракл как-то прям очень-очень мне запал в душу, если честно, этот бренд. Это Корея. Очень крутая Корея. Мне в целом очень нравится этот бренд. И вот это средство тоже. Наконец-то... Кстати, у меня это отдельно покажу. Закончился вот такой вот сером с церамидами. Очень классно восстанавливал кожу. Если были какие-то покраснения, он их убирал. Очень крутая вещь. Сейчас мне опять прилетит, что я постоянно говорю, что это очень крутое средство. Но это действительно очень крутое средство, которое восстанавливает моментально вашу кожу. Мне хватило вот этой миниатюрки на недели полторы, наверное. Ее нужно совсем чуть-чуть. Она очень хорошо впитывается в кожу, не оставляет никаких липких ощущений, еще чего-то. Классная вещь. Мне понравилось. Даже подумываю, если честно, купить себе полноразмерку. Еще одна потрясающая вещь. Это гидрофильная бальзам. Увлажняющий, получается, от Zero. Наверное, как-то так. Там еще дальше будут несколько вариантов. В принципе, я между ними не увидела никакой разницы. Давайте прям сразу. Вот еще одна. И у меня где-то была розовая. Нет, она, наверное, совсем глубоко. Потом покажу. Не заметила между ними никакой разницы. Прям очень классно очищают. Смывают вообще любой макияж, любую тушь. Все смывают до скрипа. Прям идеальная вещь. Тоже обязательно куплю себе как-нибудь полноразмерку, если честно. Можно приобрести, если вы не знаете, какую версию брать. В L'Etoile есть наборчик со всеми видами, миниатюрками. Вот именно со всеми видами этого бальзама. Обязательно присмотритесь. Обязательно попробуйте. Если вы любитель, как и я, именно гидрофильного бальзама. Вот такая вот умывашечка у меня закончилась. Это Innes Free. Чайное дерево. Зеленый чай? Нет. Зеленый чай. Вот эта умывашка не на каждый день. И даже не через день. Она просто ядреная. Она до скрипа очищает кожу. Я этого крайне не люблю. Ощущается стяну. То есть после нее в целом, я не знаю. Если вы любите очищение до скрипа, то обратите внимание на эту умывашку. Если нет, то не сюда. Явно. Моя любовь. Это просто моя любовная любовь. Уже полноразмерка лежит в запасах. Точнее запаска. Очень крутое средство. С этим кремом у меня не было высыпаний. У меня не было сухости кожи. И у меня не было покраснений. Каких-то заломов после сна. Ничего этого не было. Он очень круто увлажняет кожу. Он ее напитывает. Действительно, мне кажется, даже нейтрализует какие-то мелкие морщинки. Потому что он наполняет их влагой. И они как будто бы разглаживаются. Это просто идеальнейшее средство для меня. Я реально купила себе полноразмерку. Выскребла тоже все до последней крошки. И давала пробовать подругам. Им тоже понравилось это средство. Можно купить в золотом яблоке. Средство реально очень крутое. Подойдет как для жирной кожи, так и для сухой, для комбинированной. У меня комбинированная кожа. И для меня это просто идеальнейшее было средство. Закончились мои маски от J-Love. Очень классная с авокадо. Мне нравится, как она напитывает кожу. Я не скажу, что она прям суперидеальна. Но она действительно питает кожу. Смягчает ее. Прям очень классно. Увлажняет. Она очень круто увлажняет кожу. Я могу ее тоже посоветовать. Так, это для волос уже у нас идет. Маска. Она была с авокадо и киви. Это у нас Брио Джио. Очень крутая маска. Мне она безумно-безумно понравилась. Я хочу полноразмерку. Волосы шелковистые, мягкие, увлажненные. Как бы странно это не звучало для волос, но они реально увлажненные. Очень крутая маска для волос. Я прям дрожила ей каждую минутку. Но решила добить. И потом как-нибудь закажу себе еще одну. Так, это маска от Dr. Circle. Это у нас очищающая маска. Хватило мне ее на два раза. Суперкрутого очищения я не заметила. Но кожа и поры выглядели немножечко лучше. Что он? Полетаем. Очень крутой крем для кожи вокруг глаз. Он заявлен как антиэйдж. Но на самом деле мне он безумно-безумно нравится. Правда. Очень круто увлажняет. Не вызывает аллергию. Для меня просто самое крутое действие крема, если он не вызывает аллергию. Потому что у меня большинство кремов вызывают аллергию. Этот не вызывает. У меня он уже, наверное, скажу, наверное, пятый или шестой этот крем. Потому что первый я заказывала еще скорее. Этот я купила здесь. И это миниатюрочка. Можно купить в белком яблоке, попробовать. Хватает очень надолго. Этим я пользовалась на, наверное, полгода точно. Может, чуть меньше. Но он очень классный. Не скажу, что он прям супер омолаживает кожу или еще что-то с ней делать. Но он очень круто увлажняет. Действительно разглаживает какие-то морщинки. Мелкие морщинки. Если у вас какие-то сильные заломы или сильные морщинки, то вряд ли он вам поможет. Но он очень классно увлажняет, напитывает. И с ним у меня абсолютно нет никакой аллергии. Нет сухости, нет стянутости. И под макияж, кстати, он тоже очень круто подходит. Любимые салфетки для снятия себума. Покупаю не первый раз и буду покупать в дальнейшем. Еще одна маска. Это у нас получается с календулой и с тыквой. Очень классная маска. Вот эта маска прям очень круто осветляет. Прям круто питает кожу. С ней чувствует себя намного круче. Давала пробовать подругам. Ему тоже безумно понравилась эта масочка. Прям огонь. Мне давали в подарок вот такие вот, не знаю, это у нас БАДы, наверное, с витамином Д. Тут было всего три штучки, поэтому я ничего не поняла, не могу ничего сказать. Моя любовь. Крем от Шарлотты Тилбери. Это как раз ее Мэйджик Крим. Действительно Мэйджик. Это просто невероятно крутой крем. Я его берегла, как могла. У меня есть еще один в запасках, у меня терочка. Я обязательно себе куплю полноразмерку этого крема. Очень круто увлажняет кожу. Очень классно подходит, как база под макияж. Кожа ровненькая, напитанная, гладенькая. В поры тональной не западает. Просто идеальный крем. Не могу быть по-другому. Действительно магический получается крем. Прям отличный кремушек. Так, осталось совсем чуть-чуть. Нашла еще две миниатюрки бальзама. Голубой и розовый. Все классные. Все могу посоветовать. Обязательно попробуйте миниатюрки из Ле Туаля. Очень классные. Еще один тоник. Это у нас получается... Предотвращает обезвоживание кожи. Хорошо действительно увлажняет. Мне прям понравился. Кожа с ним ровненькая, гладенькая. Нет сухости после него и стянутости. Классный тоник. Про это средство говорить много не буду. Идеальная сыворотка на все века. Кожа с ней просто потрясающая. Я очень люблю эту сыворотку. Еще одна миниатюрочка. Это у нас Глэм Глоу. Классный крем. Он без масел. Очень круто увлажнял кожу. Он был в виде такого голубого, по-моему, геля. Он просто хорошо увлажнял. Напитывал кожу. Ничего плохого про него сказать вообще не могу. Классный крем. Ну, наверное, скажем так, базовый. Но он очень классный. Хороший скраб. Мне понравился. Миниатюрка для... Хватило ненадолго, потому что совсем миниатюрка. Прям один-два раза, по-моему, я смогла им воспользоваться. Так. И предпоследнее. Еще у меня там масочки и патчи. Крутая сыворотка. Безумно понравилась. Обожаю Биосенс. Просто идеальная. Бренд для меня. Я прям в восторге, если честно. Сыворотка была с витамином С. Не скажу, что она прям супер-пупер как-то осветлила мои пост-акны, либо еще что-то. Потому что ее здесь было очень мало. И, скорее всего, я просто не заметила эффекта от нее как такового. Но кожа с ней была очень крутая. Она была напитанная. Она была увлажненная. И эта сыворотка нивелировала красноту. Если у меня где-то что-то было, какое-то покраснение, я наносила эту сыворотку. И через пару минут покраснений как не бывало. То я могу еще вам показать. Обожаю вот такие вот масочки перед сном. Это была максимально странная. Ее я покупала... Кстати, вот эта штучка застыла и превратилась в камушек. Эту я покупала в Литуале. Она очень классно тоже нагревается. Хорошо успокаивает. Не скажу, что через 30 секунд мне довольно-таки долго пришлось ждать, пока она начнет хорошенько разогревать. В целом нравится. Единственное, ушки у нее не очень удобные. А вот это вот прям любовь. Здесь такие же ушки, но они как-то по-другому. Они короче что ли. Вот это вот классная вещь. Мне безумно-безумно понравилась. Это у нас получается бренд, наверное, Space & Key. Это... 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 Ничего не написано. В общем, очень классная маска. Мне она безумно понравилась. Покупала ее у Динары. Если у нее они появятся, куплю еще. Они очень хорошо расслабляют и очень классно моментально с ними засыпаешь. Грязненькая немножко. Это у нас пэды от Абиб. Идеальный пэд, который максимально быстро успокаивает и увлажняет кожу. Я купила себе уже полноразмерку. Я попробовала один раз, поняла, что мне надо. Так, сейчас я достану все патчи, которыми я пользовалась, и всем маскам. И вам расскажу, какие брать, какие нет. Честно, половина масок я уже не помню. Хорошие или нет, знаю несколько, которые прям вообще не советую. И знаю несколько, которые могу посоветовать. Давайте начнем с патчей. Безумно дорогие. Безумно крутые патчи. Не могу посоветовать из-за стоимости, потому что стоимость там в районе трех или пяти, там даже тысяч, в зависимости от количества. Но в целом очень классные. Нитмале. В целом хорошие, но не скажу, что прям идеальные патчи. Покупать не буду. Будут попадаться в боксах, буду использовать, но сама не куплю. Эссенс патчи очень миленькие, очень классненькие. Мне понравились. Хорошо осветлили, потому что есть витамин С. Но они действительно осветлили мои темные круги под глазами. Они миленько выглядят, классненькие. Могу посоветовать. Покупала в подружке. Давайте я просто скажу, какие точно маски, какие точно нет. Кстати, вот эти вот маски, у меня здесь их было получается 10 штук. Да, 10 штук. Очень крутые маски. Они невероятно быстро, невероятно круто напитывают кожу. Кожа выглядит с ними просто потрясающе. Я периодически к ним возвращаюсь. У меня осталось, по-моему, две там масочки. Если прям я после полета или после поезда, либо еще что-то, я обязательно наношу эту маску, и на следующий день моя кожа просто потрясающая с ними. Идеальная. Точно, да. Не знаю, где купить. Сама ищу. Это маски от COSRX. Берите любые. У меня с прополисом и с центелло азиатской. Я их покупала еще на корейском сайте. К сожалению, это было так давно, что кажется, что этого не было. Очень крутые маски. Если вдруг найдете, обязательно напишите мне, где вы их нашли. Я с удовольствием себе приобрету все. Хорошая маска, но прям не супер вау, хорошо увлажняет. Про лекало ничего не скажу, потому что я уже не помню. Очень люблю вот эти маски тоже. Берите любые. Они все безумно-безумно-безумно классные. По-моему, мне где-то даже... А, нет. Я, наверное, выбросила ее. Что точно нет, это вот эти вот маски. Отвратительные. Пробовала несколько. Отвратительная лекала, отвратительная консистенция. Ужасные маски. Не советую. Хорошая маска. Понравилась. Покупала в подружке. Это, по-моему, какая-то новая версия с пробиотиками. Классные патчи от них тоже были. Но я почему-то, наверное, выбросила их. Тоже очень классные. Могу посоветовать эту маску. Еще одна маска. Тоже очень классная. Мне понравилась. Innisfree. Безумно крутые маски. Покупаю их уже не первый год. У меня была с инжиром и с зеленым чаем. По-моему, с зеленым чаем мне понравилось меньше, чем с инжиром. Но в целом хорошие. Фрудия. Идеальные маски. Крутые. Лекало у них хорошее. Можно брать. То, что я прям с удовольствием посоветую. Любые. Это James Solutions. Очень крутые маски. Любые берите. Любые будут просто идеальными. Лекало у них просто идеальнейшие. Правда. Очень нежные, очень тонкие. Классные маски. Тоже, да. Лекало было очень крутое. Пропитки было довольно-таки много. Хорошо увлажнило кожу. Но я так же не знаю, где купить. Так. Еще две остались масочки. И, наверное, на этом все. Классная тоже маска. Мне понравилась. Лекало было, по-моему, не особо удобным. Тоже очень классная маска. Мне безумно понравилась. Лекало нежненькая, мягенькая. Прям классная, правда, маска перед сном именно. Совсем забыла вам показать декоративку. У меня закончился фиксирующий спрей от Benefit. Безумно крутой спрей. Очень классно соединяет все слои между собой. Единственное, под конец он начал плеваться. Здесь уже ничего не осталось. Но под конец он плюется. Знаете это. Что у меня вышло из срока годности. Ну, в смысле, наверное, почти все вышло из срока годности. Я это выбрасываю. Подводка от... Давайте сразу так положим все. Подводка от Russian Beauty Bureau. Она расслоилась, перестала красиво наноситься, хорошо наноситься. Также закончился, ну, почти закончился, на самом деле. Немножко подзасох еще от Luxe Visage. Очень классные кремовые тени. Использую их в качестве подложки. Просто прикольные. У меня еще до сих пор были вот эти Color Tattoo от Maybelline. Оттеночки у меня... Тут, наверное, даже не написано, какие оттенки. Нежный перси и какой-то голубенький. Они засохли, поэтому я их выбрасываю. Также в каком-то боксе попадались вот такие вот тени. Они тоже засохли. И они мне не нравились изначально. Они наносились какими-то хлопьями. Поэтому я их выбрасываю. От Clorance тоже выбрасываю кремовые тенюхи. Они безумно-безумно старые. Тоже засохли. Я ими особо не пользовалась. Поэтому решила выбросить. И моя любовь тоже засохла, к сожалению. Я даже не отклеивала специально. Наносила и потом заклеивала обратно. Но все равно засохла. Это NYX. Тоже кремовые тенюшки. Очень классные были. Очень красивые. Мне нравились. От Vycon. Причем Vycon у нас уже неизвестно сколько нет в России. Классные тени были. Кремовые в седьмом оттенке. Были безумно крутые, но засохли. Это у нас карандаш. Он тоже засох, к сожалению. Но он не держался на слизистой. И то же самое и Marc Jacobs. Черный карандаш. Он тоже засох и очень плохо-плохо рисует. Это у нас тушь какая-то. Я ее хранила как воспоминание о поездке в Германию. Но решила выбросить. Старая тушь. Не помню даже. Не могу сказать. Пользовалась я ей очень давным-давно. Просто как память хранила. Но решила выбросить. От Glossier. Очень классная тушь. И дает естественные реснички. Снимаются тоже чулочками. Очень классная тушь. Мне она нравилась. Но она начала подсыхать. И я решила от нее избавиться. Любимейший консилер. Почти закончился. Расслоился. Начал плохо пахнуть. Это Estee Lauder. Оттеночек. Второй. Light Medium. Классный, крутой консилер. Наносила его как на высыпание, так и на зону под глазками. Классная вещь. Очень хорошо перекрывает. Ничего не скатывается в течение дня. Не нуждается в закреплении. Прям супер. То, что я вообще не поняла. Это дорогущая тушь от X-Lash. Такое ощущение, что реснички не накрашены вообще. Объема и роста я тоже не заметила. Поэтому выбрасываю без зазрения совести. Моя любовь. Это Italica. Сержов просто идеальный парфюм. Я начала потихонечку заканчивать все. Хотела, наверное, побольше закончить. Но я взялась за один аромат. И все. И я перестала остальными отливантиками пользоваться. Любовь и Талика просто идеальная. Будет некой вставочкой. А потом уже с вами попрощаюсь. Теперь точно все. На этом все. Это были все мои пустые баночки. Если вы что-то покупаете по моим рекомендациям или еще что-то, обязательно мне об этом пишите. Мне очень интересно ваше мнение послушать. Если также вы что-то пробовали из данных продуктов, и у вас есть свое какое-то мнение об этом, тоже обязательно пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка в инфобоксе. На этом все. Всем прекрасного настроения. Нет, не все. Обязательно ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой ютуб-канал. Для меня это очень важно. Теперь точно все. Всем прекрасного настроения. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok